В эфире канала ННТ Новости Дагестан, студии Балахмедова. Здравствуйте! И вот о чем мы вам сегодня расскажем. Без шансов выжить. Неизвестный мужчина бросился под колеса проезжавшего мимо грузового автомобиля. Миллиарды на свет. О том, сколько денег Федеральный Центр выделит на электросети региона, узнаем скоро. Безопасность прежде всего. Участники совещания в Махачкале обсудили вопросы антитеррористической защищенности религиозных учреждений республики. Учиться не поздно никому и никогда. Об известных выпускниках магистратуры ДГИ, получивших дипломы, смотрите в сюжете наших корреспондентов. Махачкале неизвестный бросился под колеса бетономешалки. Шокирующее видео попало на камеры видеонаблюдения. Известно, что мужчина скончался на месте. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия – Дагестанец спас жизни пятерым боевым товарищам, сообщает Министерство обороны России. Группа морских пехотинцев выполняла задачу по освобождению одного из населенных пунктов. Обороняясь, противник обрушил на военных массированный минометный огонь. В бою под непрекращающимися обстрелами рядовой Шамиль Магомед Шапиев вынес на себе из-под шквального огня пятерых раненых военнослужащих и эвакуировал их в полевой медицинский отряд. 8 млрд рублей на повышение надежности электросетевого комплекса. Именно столько средств по информации регионального Министерства энергетики планируют направить в республику из федерального бюджета до 2025 года. Деньги пойдут на реконструкцию 66 подстанций и линий электропередач. В текущем году в рамках этой программы запланировано увеличение мощности 8 подстанций 110 кВт и ремонт 6 подстанций 35 кВт. Самой дорогой республикой для туристов СКФО стал Дагестан. Один день пребывания в республике обходится гостю регионов 5 554 рубля. Такие цифры приводит Сбербанк на основании трат в прошлом году. По словам специалистов, это не значит, что услуги в Дагестане выше, чем в остальных северокавказских субъектах. Важное значение в объеме туристов играет доступность финансовых услуг. Так, за последний год в пять раз выросла популярность сервиса без наличной оплаты. С помощью него жители и гости республики оплатили покупки в магазинах почти 250 тысяч раз. По сроку пребывания туристов наш регион также стал лидером. Чаще всего гости республики предпочитали оставаться в горном крае чуть дольше недели. Из 363 объектов религиозных организаций Дагестана только 69 соответствуют требованиям антитеррористической защищенности. По остальным все еще предстоит работа по приведению соответствия предъявляемых требованиям, которые утверждены постановлением правительства Российской Федерации. Об этом говорили участники совещания в Махачкале. В обсуждении вопроса приняли участие чиновники правительства, представители силовых и надзорных ведомств, а также официальные лица духовенства. По мнению выступавших, зачастую процесс затягивается ввиду долгого согласования мероприятий с руководителями муниципалитетов на местах. Но работа в этом направлении продолжается. Мы понимаем, одним имамам тяжело заниматься этим вопросом без помощи местных властей. Поэтому в некоторых районах есть очень хорошие результаты, за что хотелось бы поблагодарить и районных имамов, и местные власти. Но и остальных тоже мы призываем, чтобы работали вот так же совместно. Я думаю, если и мамы на местах, и администрация тоже на местах, если они будут совместно работать, вот эти вопросы, которые здесь поднимаются, они будут решены в самые кратчайшие сроки. Более 80 студентов магистратуры Дагестанского гуманитарного института получили дипломы об образовании. Торжественная церемония оказалась необычной. Все дело в том, что среди выпускников вуза оказались известные чиновники республики. Подробности в сюжете Хамзу Нурмагамидова. Дагестанский гуманитарный институт вот уже 15 лет выпускает дипломированных студентов. В этом году магистрами стали более 80 человек. Среди них оказались необычные студенты. Энрик Муслимов отучился в магистратуре 2,5 года. Я очень горжусь, что сегодня диплом о завершении учебного процесса. Считаю и в этом уверен, что каждый человек, который работает в муниципалитетах и занимается вопросами междунационального, международного мира и согласия, в муниципалитетах обязаны и должны иметь этот диплом, иметь дело теологическое, получить теологическое образование. Потому что это нужно для республики, это нужно для общества и для нашего государства. За годы учебы в ДГИ студенты приобретали знания по разным направлениям. Это экономика, журналистика, лингвистика, бизнес-информатика и теология. В сочетании со светским образованием они получали и базовое религиозное. Это единственный вуз в республике, который принимает подобную практику. Знания, которые они получили в нашем вузе, послужат им хорошим трамплином для успешного продвижения по своей карьерной лестнице. Многие из выпускников уже состоявшиеся личности, тем не менее, они пришли в ДГИ для получения новых знаний и впредь намерены применять их в своей повседневной работе. Хамзу Нурмагомедов, Саид Шагидов, Доуд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. И к новостям спорта. Усман Нурмагомедов проведет первую защиту титула чемпиона «Белатар». В ночь на 11 марта дагестанский легковейст встретится с американцем Бенсоном Хендерсоном. Поединок в Сан-Хосе пройдет в рамках четвертьфинала Гран-при за миллион долларов. 24-летний брат Хабиба Нурмагомедова идет в ММА без поражений. В его активе 16 побед. Сопернику нашего бойца 39 лет. Ранее он владел титулом чемпиона UFC. В этот же вечер в октагон выйдет еще один дагестанец Халид Муртазалиев. В поединке с Тони Джонсоном из США махачкалинец попробует добыть третью победу в Лиге Белатар. Дагестан четвертый раз примет всероссийский забег по горной местности. Мероприятие с участием около 2000 человек запланировано на 18-19 марта. Как и в прошлом году, маршрут забега будет проложен по территориям Лакского, Гунипского, Левашинского, Гиргебельского и Унцукульского районов. В 2022 году на дистанции забега от 15 до 120 километров зарегистрировались более 1600 любителей бега из различных уголков страны. Организаторы проведут и детский забег на стадионе имени Елены Есенбаевой. На сегодня это все новости. Смотрите нас также на нашем тематическом телеграм-канале. Всего вам доброго и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин